Короче, ё-моё, Капуцк. Ребята, здравствуйте. Я заболел шмыргой носом. Вот. Пока я не могу придумать, что снять на канал. Что-то прикольное, что-то масштабное. Я не могу ничего придумать пока что. Поэтому решил снять маленький ролик. Бредовый маленький ролик, который просто будет. Вот и всё. Летс гоу к Роликсу. Такс. Такс, такс. Кого бы начать? А-а-а-а. Ну, значит. Как-то раз, как-то раз. В одной обыкновенной российской деревушке... В одной обыкновенной российской деревушке... Было родильное отделение. Родом. Нормально. И вот в таком обыкновенном родильном отделении, В котором Вуменс рожает детей. Вуменс вот такой вот лежит. Лежит Вуменс и рожает. Рожают тут, короче, жесть копят. Ну, короче, вы поняли. Типа, ну, типа роды. И вот как-то раз. Одна женщина родила красивого мальчика по имени Дима. Дима очень был энергичным ребёнком. Он всё время бегал, прыгал, любил скакать. Начали. Ну, короче, как вы уже поняли, Дима очень был гиперактивным. За это его сдали в детдом. Вот так вот. Всё. Берут Диму и такого... И, знаете, берут Диму, берут Диму и в детдом. Всё. Абга... Зага... Ага... Брагорюнилс... Баагагагага. Погрустнел наш герой Дмитрий. Не хотел он оставаться в детдоме. Подумал-подумал Дмитрий и решил создать себе мечту. Дмитрий захотел стать государственным Дмитрием. Чтобы все в России целовали ему ноги. И вот Дима захотел стать государственным Димой. Дима не знал, как это. Но он уже очень сильно хотел стать государственным Димой. Поэтому Дима не покладал рук. И начал жёстко учить уроки. И поэтому он поуманил. Он выучил историю. Пришёл её сдавать. А учитель... А учитель в ахере смотрит на Диму и такой... Ты чё такой умный? Ты куда? Ты зачем? Ты кому такой нужен? Иди отсюда. И Дима обиделся. И ушёл. Стал ко Диму. Ну так вот. И вот прошло 4 года. Пав за спрапа. Пора. Да? Прошло 4 года. Дмитрий за это время вырос. Стал великаном величавым. А на дворе-то уже был. 1906 год. Дело делать нужно. Ну и пошёл Дима дела делать. Идёт, идёт. А ему навстречу бомж вылазит. Вот такой вот. И говорит Дмитрий. Эх ты, Дмитрий. Хотел стать государственным Димой, а так ещё и не стал. А Дима ему такой, пошёл ты на. И стал государственным Дмитрием. И стал государственным Дмитрием. Первый государственный Дмитрий. Просуществовал государственный Дмитрий с 24 апреля по 8 июля. В состав государственного Димы входило кадеты и депутаты, взятые по руководству Дмитрия. Дмитрий руководил и взяли таковых депутатов. Эти депутаты вместе с самим Дмитрием создали... Создали, кто бы мог подумать, фракцию трудовиков. И главным их символом была табуретка. Ладно, это, блядь, стул. Радостный был государственный Дмитрий. Но что-то его тревожило. Какие-то два вопроса. Как минимум про агрессию свою он беспокоился мутную. Потому что за две секунды Дмитрий мог войти в экстаз незамудренный. А еще его горюнил вопрос про создание правительственной ответственности перед Димой. То есть перед собой. Он очень этого боялся. Но в конце концов, этой истории плохой конец. В конце концов, бедолагу Диму убили. Дима потребовал остатки правительства на поддержание его нового проекта. Но правительство отвергло его проект по решению агрессивной формы действий. И вот так бедолага Дмитрий помер.